Российские медики заявляют о росте количества случаев онкологических заболеваний. В 2017 году, по данным Министерства здравоохранения, врачи выявили 617 тысяч новых случаев заболеваний. Этот показатель на 20 тысяч превышает данные предыдущего еще 2016 года. Я приветствую в московской студии РТВА Евгения Черемушкина, врача-онколога, сотрудника Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Я благодарю, что вы нашли время ответить на наши вопросы. Первый, наверное, самый главный вопрос. Действительно ли опубликованные данные, ставшие известными сегодня, говорят о такой неприятной тенденции роста заболеваемости раком в России? Или же речь идет просто о методах исследования, о повышении точности медицинской статистики, может быть, качества выявления заболеваний? Конечно, в этом вопросе присутствуют все аспекты. Потому что, скажем, развивая методы диагностики, привлекая пациентов на привычный осмотр, мы все чаще выявляем заболевания в начальных стадиях. Это увеличивает процент выявления. Конечно, население страны стареет, а опухолепатология как раз является характерна для людей пожилого возраста. Ну и надо сказать, конечно, что так как государство ведет борьбу с вредными привычками, такими как курение, а львиная доля заболеваний все-таки связана с курением, то я думаю, если мы продолжим эту борьбу, заболеваемость начнет еще в большей степени снижаться. То есть это комплекс причин, которые суммарно дали эффект увеличения, что вот мы выявили большее количество больных. Но результаты лечения этих больных, скорее всего, будут значительно лучшими, чем мы выявляем, скажем, в предыдущие годы. Потому что мы делаем прогресс. Новое оборудование, новые методики, новые лекарства позволяют нам успешно бороться с этой патологией. Александр, я слышал такую точку зрения, что продолжительность жизни так или иначе растет во всем мире, и просто большее количество людей стали доживать до ситуации. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что биологически этот механизм характерен для утухающего организма, когда иммунная система уже не выполняет в полной мере свою функцию. Когда теряется контроль над возможностью клеток, скажем, бесконечно делиться, естественно, любое общество стареющим населением, если взять развитые страны, там онкологическая патология вышла на первое место. Потому что борьба с сердечно-сосудистой патологией делает прекрасно успешные шаги, и там мы видим прекрасные результаты. Поэтому наша задача сегодня, почему и год онкологии, что актуальность темы онкологических заболеваний высока, но мы знаем примерные пути, которым нужно идти. И нужно просто отработать каждый из них достаточно эффективно, чтобы получить хорошие результаты. В структуре заболеваемости какие виды, разновидности онкологических заболеваний в России лидируют? Насколько эти данные различаются, отличаются от показателей в других странах? Или Россия в этом смысле ничем не отличается от Израиля или Америки? Практически одинаково, потому что, скажем, опухолевая патология, она характерна в первую очередь то, что встречает внешнюю среду. Это кожа, легкий желудочно-кишечный тракт, там, где различные факторы, в том числе различные токсины, вступают в борьбу или, скажем, усваиваются самим организмом. Это дыхательные пути, поэтому если неблагоприятная внешняя среда, очень много канцерогенных факторов, то, конечно, в первую очередь страдают ткани вот этой первой линии. То есть это рак легкого, рак толстой кишки, также железистые ткани, как рак предстательной железы, репродуктивной системы. Конечно, мы отмечаем необходимость контролировать инфекционную патологию, особенно вирусного характера, потому что длительная инфекция, она также является причиной возникновения опухолевого патологии. Поэтому здесь тоже нужно делать определенные шаги. Российский президент Владимир Путин минувшую осенью призывал ритмично и профессионально, это цитаты, вести борьбу с онкозаболеваниями. Продолжу цитировать президента, любые сбои здесь должны быть абсолютно исключены, подчеркивал Путин. Какие проблемы и сбои вы бы назвали главными для российской медицины? С чем наблюдаются сложности? Это оборудование, квалификация медиков, может быть, местами, я не говорю о Москве, столичных городах. Насколько сложно с этим? Конечно, на каждом уровне можно найти какие-то плюсы и минусы. Потому что это система, которая связана, есть уровень первичного обращения, первичного обследования. То есть очень важно пациентов заинтересовать, чтобы они пришли на тот самый первичный контроль. Мы устраиваем иногда, скажем, демонстративные такие показательные осмотры пациентов с определенным потолоком, которые можно визуализировать при непосредственном контакте. Это очень активная работа в средствах массовой информации, подготовка врачей, организация, собственно говоря, алгоритма оказания помощи. То есть тут очень много вопросов, которые в том числе и мы решаем как ведущие научные учреждения, потому что немаловажны новые аспекты выявления новых препаратов в методиках использования. Потому что успехи лечения сегодня во многом зависят от новых лекарств, которые получены, которые следуются и многообещающие результаты дают. Но мы понимаем, что главный результат будет при соблюдении всех правил выявления ранней патологии, потому что лучший результат именно там. По поводу тех же самых лекарств. Часто приходилось слышать, что просто в некоторых регионах люди их не получают, при том, что, в общем-то, они, я так понимаю, с ними нет проблем, да и в Москве, в общем, это проблема довольно часто встречаем. Да, я думаю, что это просто организационные некоторые моменты, которые будут решаться, потому что, конечно, меняется эффективность лекарств в схеме лечения. Они иногда меняют свое место, переходя с первого на второе место, появляются более эффективные препараты, которые, опять же, мы говорим, на начальном этапе используют довольно дорогостоящие. То есть тут уже задача государства обеспечить, подготовить лекарства собственного производства, чем мы помогаем, являясь исследовательским центром. Тогда, так скажем, стоимость лечения падает на порядке. И тогда мы эффективно помогаем. Но если вы грамотно построите всю систему, весь алгоритм оказания помощи, то можно добиться значительных результатов. Так что же мешает построить эту систему? Вот просто встречаются случаи, когда люди просто лекарств не получают, потому что, ну, так объясняют, что их нет. Я думаю, что это просто ошибка местных организаторов здравоохранения лекарств. Просто они не вовремя появились там, где в них не нуждаются, или не появились там, где они с первостепенной важностью. Что касается финансовой стороны вопроса, как это устроено в России, я понимаю, что формально в России медицина бесплатна. Ну, понятно, что есть фонд обязательного медицинского страхования. Насколько это реально обстоит на деле? Опять же, мы даже можем не рассматривать конкретно Москву, регионы. Вы знаете, конечно, все зависит от эффективности построения и оказания помощи. Потому что, скажем, если мы говорим откровенно, то врачебная помощь в России не имеет такой стоимости, как на Западе. Потому что я, конечно, понимаю, что в развитых странах большую стоимость занимают страховые выплаты, различные организационные вопросы. То есть, конечно, мы можем работать значительно эффективнее и, скажем, добиваться лучших результатов при том финансировании, которые имеем. Надо просто грамотно распределять это все, готовить специалистов. И, в общем, должен каждый специалист заниматься своим делом. То есть, тут очень много нужно что сделать, особенно в организационном плане. Потому что, мне кажется, достаточно важна эффективность использования квалифицированного труда. Мы об экономическом аспекте заговорили совсем не случайно. Дело в том, что власти Армении приняли решение оплачивать операции онкобольным гражданам исключительно за государственный счет. Сейчас я приветствую в эфире RTVI Мирдата Мадатьяна, психолога из Армении. Он на прямой связи с Ереваной. Приветствую вас. Слышите ли вы московскую студию RTVI? Да, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Но действительно ли вот это решение официального Еревана, решение властей, оно такое сенсационное, своего рода? Как до последнего времени в Армении было устроено финансирование операций, которые необходимы для излечения раковых заболеваний? И что меняется? Каким образом это будет работать теперь? До последнего времени лечение онкобольных тоже было госзаказом. Но операции были платные. У нас медицина платная. И некоторые аспекты государство берет на себя. Вот начиная с начала этого года и операции онкобольных тоже будут осуществляться за счет государства. Думаю, что это очень гуманное решение. И тем более онкобольные являются так как бы уязвимым слоем населения. И лечение онкоболезней очень дорого. Так что думаю, что это правильно. Амикатат, как бы вы оценили качество медицинских услуг в Армении? Речь идет, конечно, прежде всего о терапии онкологических заболеваний. Многие ли предпочитают в случае таких недугов медицинский туризм? Есть такой термин. Едут ли люди из Армении лечить рак в другие страны? Может быть, в том числе и в Россию? Как обстоят дела? Я думаю, что едут отовсюду. В основном едут отсюда в Германию. Но сказать, что у нас медицина на низком уровне, я этого не скажу. У нас очень квалифицированные врачи, которые новейшими технологиями и новейшими лекарствами стараются как-то помочь нуждающимся. Но по-всякому как-то мы не находимся на том уровне. Естественно, бывают случаи, когда надо езжать в Израиль или в Германию, чтобы как бы вылечиться там. Я знаю, что нам нужно квалифицированное лечение во Франции, в Германии и отсюда часто едут туда. Спасибо. С на прямой связи из Еревана с нами был Мирдат Мадатьян, психолог. Мы обсуждали решение власти Армении оплачивать операцию онкобольным гражданам исключительно за государственный счет. Согласно с этой оценкой качества здравоохранения, я так понимаю, что в целом по пространству бывшего Советского Союза более или менее школа одна и та же, именно онкологическая. Или же есть различия? Сегодня, наверное, большинство директоров всех ведущих онкологических утверждений бывшего Советского Союза, они все воспитанники онкологического центра и других крупных центров. Москвы. Поэтому школа одна и та же. И ученики, которые выходят, они следуют этим традициям. И уровень оказания помощи очень хорошая. Операции, которые делают в наших центрах, но по качеству эффективности не уступают ведущим мировым центрам. Как тогда объяснить то, что многие прибегают к этому самому медицинскому туризму, отправляются в Германию, Израиль? Вы знаете, вот это, пожалуй, неинформированность о том, что тут многие причины. Потому что недоверие к медицине, которую считают, что она на том же уровне осталась, что в 2000-е годы, когда был действительно провал. Но сегодня мы можем во многом соперничать с той медициной, которая есть. Правда, мы еще, может быть, в качестве, вот, скажем, пребывания клиентов в отношении мы уступаем. Но в самом механизме оказания в алгоритме и, скажем, в качестве лечения результаты ничем не отличаются. Потому что мы участвуем в тех же самых международных программах для поиспользования новых препаратов. То есть, по идее, можно получить те же самые результаты, но за значительно меньше деньги. А государство, конечно, заинтересовано своих граждан. И, вообще-то, это задача государства оплачивать такое дорогостоящее сложное лечение. Потому что оно поэтапное, оно длительное. И человек не может, скажем, оплачивать в полной мере такое лечение. Поэтому, да, об этом должно заботиться государство. Но государство должно в большей степени заботиться о том, чтобы люди понимали, что им тут окажут действительно хорошую помощь. Вот это, пожалуй, задача, одна и самая главная. Но правильно ли я понимаю, что, тем не менее, существуют центры имени Блохина в Москве? Конечно. И больше, в общем-то, если брать даже крупные города российские, ну, сопоставимых по уровню медицинского обслуживания центров нет. Приходится все равно ездить в Москву. Я так понимаю, многие к этому прилигают. Ну, наверное, это так. Хотя вот сейчас Минздрав делает большие усилия, потому что бы снастить крупные онкологические просто центры широкопрофильные медицинские со современным оборудованием. К нам много приезжает учиться профессионалов разных областей. Поэтому, я думаю, все постепенно встанет на свои места. И финансирование сейчас открыто в регионы значительное. Скажем, мы уже разделяем этапы оказания помощи. Какие-то мы делаем здесь, где у нас. Мы действительно эффективно оказываем помощь. Но то, что можно сделать по месту жительства, пожалуйста, это можно все делать. И я думаю, Минздрав делает большие шаги к этому. Обсуждая эту тему, не можем не обратиться к представителю Израиля, одного из, безусловно, мировых лидеров в честь развития высококачественной медицины. На связи с московской студией РТВА и Марк Кацинельсон, глава Ассоциации медицинского туризма. Марк занимается, в частности, организацией лечения в Израиле. Я приветствую вас, слышите ли, в московской студии РТВА. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы здесь только что услышали о том, как устроено финансирование лечения онкозаболеваний в России, как в Армении, как экономически устроена медицина в Израиле, в том числе, когда речь идет о таком непростом заболевании, как рак. На что могут претендовать, во-первых, граждане еврейского государства? Это полное финансирование, либо софинансирование? Ну и что касается медицинских туристов, в их случае, я так понимаю, операции полностью оплачивает пациент, ну, либо страховая компания. Как устроена система финансирования в еврейском государстве? В данном случае нам, как гражданам Израиля, очень повезло, потому что, когда создавали систему здравоохранения, в первую очередь выбрали курс учиться больше всего в системе американской медицины, потому что туда больше всего вкладываются деньги, и знания, которые дает американская медицина для врачей всего мира, они колоссальнейшие. Но, с другой стороны, проблема была социальной защищенности граждан, то есть система здравоохранения американских граждан не очень удобна, и поэтому взяли все лучшее из Европы. Это у нас такой уникальный качественный СПОС, когда мы с лучшими знаниями даем лучшую цену каждому гражданину Израиля. У нас невероятно большая корзина препаратов, и поэтому граждане Израиля получают полностью от А до Я лечение онкозаболеваний бесплатно. Это включает химиотерапию, облучение, любая операция и так далее. Поэтому здесь государство каждый год ширяет корзину препаратов, которые закупаются в разных странах мира, и страна вкладывает колоссальнейшие деньги. Для сравнения, могу сказать, что бюджет системы здравоохранения Израиля в секунду в два раза меньше бюджета здравоохранения Российской Федерации, но 40 миллионов человек, и у нас почти 9 миллионов человек. Что же касается иностранных граждан, обычно они платят сами, частным образом, или же за них платят, в основном, когда приезжают дети, платят какие-то фонды, какие-то организации, ущества, которые собирают деньги и спонсируют лечение. Лечение не дешевое, но качество и результативность одна из самых высоких в мире. Этому способствует несколько фактов. Первое – очень индивидуальный подход. Каждому пациенту индивидуальный подход. И стараются отходить от каких-то стандартных шампунов, протоколов, которые общепринуты для какой-то массы населения. Поэтому наши онкологи более независимы получают решение. Второе – входит до того, что качество препарата всегда, мы знаем, оно на самом высоком уровне. И если же пациенту, врач-онколог, говорит, что пациенту необходимы какие-то определенные препараты, которые до сих пор еще не привозят в Израиль официально через Минздрав, то доктор-онколог может обратиться с просьбой Минздрав, чтобы разрешили привезти тот или иной препарат, кто еще не пошел в корзину препаратов от системы здравоохранения. Марк, короткие вопросы, надеюсь, короткий ответ. Вы организуете лечение иностранных граждан в Израиле. Каков процент из них граждан России, бывшего Советского Союза? Увеличивается ли их количество с каждым годом или наоборот уменьшается? Ну, то есть люди предпочитают лечиться дома все чаще. Как вы видите эту картину? У нас минута буквально. В связи с экономическим положением количества людей, которые к нам приезжают, меньше, но желающих к нам приехать больше. Потому что Израиль является мировой здравницей, особенно в лечении онкозаболеваний. И все знают, что шанс продлить жизнь и выздороветь в Израиле невероятно высок. Спасибо. На связи с московской студией РТВ из Израиля был Марк Кеценельсон, глава Ассоциации медицинского туризма. Мы говорили о специфике лечения онкологических заболеваний в Израиле. Ну, а чуть раньше обсудили устройство финансовых систем в России. Армении обсудили эту тему со всех сторон. Я благодарю. В нашей студии был Евгений Черемушкин, вернее, не руководитель, врач-онколог, представитель Национального медицинского центра имени Блохина. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию.